Сколько денег могут заработать спортсмены в возрасте? Сегодня поговорим об этом. Да и немногие спортсмены не хотят покидать спорт, так как он приносит неплохие деньги, даже в немолодом возрасте. Тайгер Вудс вернулся в спорт, когда ему было 40. Сирена Уильямс также недавно появилась на открытом чемпионате США. Как вы считаете, спортсмены в возрасте возвращаются в интересах фанатов? Вопрос в том, Мэтью, играют ли они ради победы или ради продления спонсорских контрактов и зарабатывания денег? Это даже не вопрос. Конечно, они продолжают карьеру ради спонсорских контрактов. Если вы Роджер Федерер или Майкл Джордан, то вы зарабатываете очень неплохие деньги, занимаясь спортом, не так ли? Да, это верно. Например, Кен Розволл стал финалистом крупного открытого чемпионата в 39 лет, а Джек Никлас победил в крупном чемпионате после 40. Интересный момент в том, что сейчас срок карьеры топовых спортсменов сократился. Федереру – 35, Сирене Уильямс тоже 35. И уже все говорят, что это конец их карьеры. Возможно, потому что сегодня заниматься спортом тяжелее, чем в прошлом. Сейчас действительно сложнее заниматься спортом. Но, тем не менее, некоторые спортсмены задерживаются в спорте намного дольше, чем ранее. Вы согласны с этим? Люди, которые покупают спортинвентарь и любят следить за карьерой любимых спортсменов – это также люди определенного возраста. Это люди в возрасте около 50 лет, не так ли? Совершенно верно. И им нравится наблюдать за спортсменами того же возраста. В гольфе, например, 50-летний покупатель, скорее всего, думает – я покупаю инвентарь, который рекламирует 40-летний спортсмен. Но нравится ли нам, как фанам, смотреть, как Тайгер играет в свои 40? Или мы просто вносим вклад в его гонорар? Мне кажется, всем нравится смотреть, как играет Тайгер Вудс. Он очень харизматичный игрок. Несмотря на все трудности со здоровьем и проблемы в личной жизни. Он очень интересен публике. Я также думаю, всем было приятно увидеть победу Джека Никлауса в возрасте 40 лет. С другой стороны, Алекс Родригес из команды Нью-Йорк Янкис покинул команду, когда больше не мог играть. Команда сказала, что им больше не нужен такой игрок. В итоге они забрали себе его рекламные контракты на 45 миллионов долларов. Если говорить конкретно об этом случае, то я думаю, что он продолжил бы заниматься спортом. В некоторых видах спорта, особенно таких, как теннис и гольф, можно продолжать играть сколько угодно. Разве нет? Но если Федерер начнет проигрывать в первом раунде, ему стоит остановиться. Если гольфист не попадает в лунку, ему тоже стоит прекратить заниматься спортом. Я думаю, что людям все же нравится смотреть, как спортсмены играют хорошо и добиваются успехов. Когда спортсмен играет плохо в таком возрасте, он просто себя позорит, и ему стоит найти себе другое занятие. Например, в гольфе существуют специальные турниры для синеров. То же самое касается и тенниса. Макенрой и другие спортсмены регулярно принимают в них участие. Возможно, они не так интересны. Но если спортсмен уже не может составить конкуренцию 18- или 20-летним спортсменам, то пора что-то менять. Давайте поговорим об этих турнирах синеров, в которых участвуют ветераны и бывшие звезды спорта. Это просто рейсинговое событие, а не спортивное мероприятие. Не так ли? Здесь очень важную роль играет ностальгия. Я был на подобном турнире во Франции и наблюдал за игрой Макенроя. Мне было приятно смотреть на его игру, хотя по качеству она несравнима с игрой молодых спортсменов. На этом наше время подошло к концу. Вы смотрели программу «Деньги в спорте». С вами был Мэтью Стивенсон и Дэнни Уорнер. С вами был Мэтью Стивенсон.